Перед тем, как начнется этот влог, мы анонсировали тур сегодня. У нас там, получается, 11 городов. Квок.лайф чекайте, что, где, когда. Билеты, если вы покупали на свободу, на отмененные концерты, они действуют. Добро пожаловать на студию. Часть оборудования переехала. Это work-in-progress, как видите, обшарпанная стена, отсутствие кучи синтов, которые у меня в Москве. Не самая лучшая акустика. Работать, писать аранжировки здесь можно. Списаться, я могу где-нибудь еще. Честно скажу, мне здесь нравится. Вот с этого ракурса понятнее всего, что здесь работа еще пресеет до хрена. По этому шматку проводов можно понять, что работы будет много. Очень интересные штучки сейчас закатывают. Мечта идиота просто. Это FED-компрессор. Сейчас у меня на него подключены синты и эффекты. Мозг всего этого Apollo X6. MOOC Defam Minitaur. MOOC 32-летняя мать. Малыш Корбевский степ-секвенсор. UOD-шный дилей. UOD-шный реверб. Ocean Machine. Behringer. ТТ-3. Ну а вот данные приблуды я уже показывал. У меня вроде бы сейчас в плане, какие-то маленькие. Я бы уже не пугалась, но я такая... А Марк будете по-красавчикам, да? Ну естественно. Он специально попросил вас все по родственникам. Мы на съемках для Марка. Вот. У Саши Сактарной. Я не помню, какой из грехов я, но типа у меня ОКР, я очень вечно мою руки. Мне очень раздражает то, что Марка все никак не могут переодеть во что-нибудь подходящее. И он такой красивый здесь ходит, с кудрями в золотых очках. Это все время, но... Долго учил. Нет, потом еще больше меня корпусом. Все. Ребят, у нас есть пять минут. Артист на площадке. Артист на площадке. Артист на площадке. То есть, твой грех это зависть. Ты хочешь быть как он, ты типа ему завидаешь по сюжету. По сюжету. Кто-то припев начать, будешь, например. Типа в такую сторону. Пробовал железку, который типа райдоблэйбайк какой-нибудь? Так, давайте сделаем трек. Потом я говорю, что меня не будет за окном и заодно удали мое имя. Кажись, понял. Не, я слышу. Слишком много в конце получается слов, не хватает какой-то паузы. Я поздно проснулся, хоть я не спал. Как оно у нас все. Не, оно есть, оно есть. Я забыл, как оно работает. Оставьте сообщение на автоответчик. Андрюша, очень нужно, очень нужно. Как работает компинг в Аблитоне? Объясни, пожалуйста, даже если ты за рулем. Андрюш. Да. Что скажешь? Так, и что, это хиток, типа, да? Нет. По поводу компинга вопрос, я забыл. Вот смотри, смотри, у меня тут куча дублей на одной дороге. Карандашик, нажми на Б. А, это карандашик. На Б нажми. Андрюш, спокойный ночи. Хорошего тебе вечера. Ты сняла? Какой ты настроился? Бас. Ну, хочется живой прям. Тогда клину. Что-то рождается. Даша, вот это на черно-белый кадр пустится. Всем привет, с вами Вова. Вовсвел. Проснулись мы сегодня рано. Дорогой дневник. То есть, ты решил взять и посидеть, да? О, господи. Йоу. Давайте посидеть. Я вспотел. Я решил сесть и попотеть. Вылетаем в Санкт-Петербург. А у Марка концерт. Проблема в чем? Концерт. Два. Продолжаем. Два концерта, потому что сидячка. Мы сегодня в оперном театре. Потом у нас абстрасенсы. Можно в пенький муд, пожалуйста, залипательный? Да, в какой-то типа думает. Ну, туда смотреть, не на это же. Даша заставляет меня думать в 4 утра. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Российский авиалерийный рейм. Один час в 15 минут. Желаю приятного полета. Спасибо, Грани. Весь гневом путешествия. Я же смогу со стойкой, например, выступить с этим треком. Парни, парни, задержись, пожалуйста, на пулок, а стойку нужно ему дать. Все, супер. Так, дашься. Это самый быстрый чек, который был в моей жизни. Он длился ровно 15 секунд. Сегодня ужасная просто какая-то история с сидящими местами. Завтра у нас абстрасенсы. А, еще одна сессия с пацанами. Да, пацаны, завтра у нас два. Это, кстати, Родиан. Он играл на бас-гитаре почти во всех треках. Во всех группах. Почти во всех группах. Сандер Кэт это тоже он. Это я. Только белый. Белый шоколад. Я в губе горелась. Вы так странно отреагировали. Представляете, от группы нет. Вы отреагировали на это? Вот да, с резонансом, он как будто, короче, если медленнее телоцикл, он как будто капает. Вот этот. Сильно отличается без процессинга. Лучший вообще секвенсор, ну как бы 303 из всех, которые я видел на всей земле, он сам не звучит как 303, он не очень похож. Но в данном случае он просто управляет модулем. Только с этим я играю лайвы 10 лет. Ну да, я так. Ёмае. Просто. Поезд. Что-что? Да нет, я тебя внизу там пользуюсь. Акцент у меня в данном случае идет на вейформу. То есть он с синуса в этой секунде превращается в сон. В Праге. Вон. Показательств. Если кто не верил. В Праге я жил 11 лет. И сейчас, в принципе, живу здесь. Можно так сказать. Я решил, что я буду на два города все-таки разделяться. А сейчас покажем, кстати, где я учился. Кино. Уличные музыканты. Это очень важно. Вот универ, в котором я учился ровно семестр. А тут еще рядом ресторан Барнас. У нас в универе можно было брать с собой пиво на пары. Это голова Франца Кавки. Франц Кавки считается чешским национальным героем. Писатель, гений, идейный вдохновитель Харуки Мураками и человек, который написал Метаморфис. Если ты любитель рамена, удона, всяких чикен караги, то тебе в китчен. Вы, наверное, не слышите, но там играет мать. Здесь же снимали «Я иду искать», закрутил взял немножко. Раньше еще был магазин «Винтажа», который еще закрыт, в котором работал Ленин. А который сейчас ресторатор в Кавке. Музео. Народный музей. Вот он, на моей ладони. А, это у вас иду, кстати. Там симфонический зал. Палладиум, место, где тусуются школьники с колонками, где продают паленые языки друг к другу. Публики с дыркой. О, ты чё? Журналист? Не-не-не. Чё? Просто отдыхаем, снимаем архивы. Архивы? И тем временем мы выходим на самую главную площадь. У нас теперь есть чумной стол. Ну, его давно согласовывали, но его поставили в момент первого локдауна. Здесь были летом нарисованы кресты в честь умерших. Ну и, конечно же, как только появляется новый памятник, на него обязательно нужно сесть. Все спрашивали, что это за бородатый дед у меня в сториз. Это Дэниел Деген, тот самый знаменитый бородатый чех. Тот самый бородатый чувак. Который знает русский. Добро пожаловать в чашку хумус-кафе. Разный хумус, яйца на разном тесте. У нас весь локум построен на том, что я рассказываю, где здесь можно вкусно похавать. Да, они готовы, я хумус к локуму. Школу ремонта мы снимали, а, диалоги о рыбалке, а теперь у нас пора валить с Русланом Исачевым и Кшиштовским. Я как бы бизнесмен, но фриланс. А еще люблю турнички. Зрачки, зрачки, мониторочки, на улице снова шумят зрачки. У кого восьмая смена подряд, и кому завтра восемь утра на смену, наверное, директ бай, кто-то там у нас. Поезд отправляется. Через сколько я нужна буду с кровью? Через сколько? Спасибо. С утра ты это делала понежнее. Мне нравится, что, короче, я в этих очках выгляжу лучше. Так ты их не на все, когда я чужу в кадре? Не, я просто сейчас четко вижу. А, да? Да. Так, ты красавчик. Есть неважно. Я смотрю, там нету пластинок. Это просто красивый аксессуар. Поставь чуть-чуть. Мама, куда меня ведут? Тебе как женщине не понять. Лео, уходи отсюда. Мы можем начинать заливать глаза кровью? Все, приготовились, тишина. Камера. Посмотри назад. Да. Налево. Все. Давай продублируем. На каких снимках еще раз тебя мучили? На всех, походу, уже. Кажется, да? Да. Вы уже снимали? Да. А как они так вытекались? На дыхание. Типа моргаешь, а не вытекались? Зло. Давайте поаплодируем бою коллеги. Ой, пофиг. Это Руслан Бега. Нахрен музыку я в кино. Я раньше думал, что, типа, бля, пиздец, когда, знаешь, типа, типы сидят, какие-нибудь как стайлеры жесткие. Такие, смотри. Там всего осталось где-то 40 пресетов. Афганские флешки. Эликоптер-калиптик. Пойду. Перезаписываю трек, потому что там был текст. Немножко не о том. И Магу 2022. Что превышается, то, когда меня нету днем. И ранее превышено, хлоу. А хватит, что снимает. Мьют, я вижу, что... Я не понимаю, где я. Иди сюда. Я тупой. Да я тупой. Он звук выключил. Ну, а это бы я не знал, что у тебя там автоматизация. Он такой, он типа... Вот сюда нажимаешь, а тогда здесь звук. Сюда. А, чем больше поверхность. Вау! О, а, а. И Дан. О, а, о, а. Ха! Ммм. Сейчас, надо сам было записывать. Так, у нас тут tape delay. Ревер я взял из-за спринга. А что если подключим к этому... К кому-нибудь synth? Да. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот штука. Я в Москве. Я снова в Солярисе Андрюш. У Андрюхи здесь самые главные контакты. Уайт Панк, я и его девушка, жена. Жена. Ей, жена. Зачем ты паришься? Плохое точно сбудется. Погода, на меня все, все прикрепываются. Короче, альбом сейчас пишется во всем. Наконец-то что-то вырисовывается. Правда, все сумбурно и непонятно. Но у меня есть концепт. Есть несколько текстов, которые я хочу использовать. Несколько, два. Я уехал в Прагу, и мне стало спокойно просто. Но я типа дома оказался с семьей. Со свежей головой прыгиваю в альбом снова. Получается. Что это такое? Это я. Завтра на студии, если он не появится, я его и... Кстати, а кто из вас слышал трек Куба Либра? А Бумеранг есть человек по имени Вова Квок. Парень, который сделал, продюсировал два этих трека. И как по мне, так следующая большая звезда нашей отечественной, эстрадной, судя по всему, сцены. Ну ладно, ладно, вам что вы так... Я даже подумал, что я шишся треком, и ты вообще не стоишь там. Если честно, я даже в исходе подумал, что наш трек будет мой самый любимый из последних твоих. Дорогой развлечений. А вот и нет, а вот и нет, а вот и я здесь. Спасибо этому человеку за многое. Спасибо вам, спасибо вам. Ты помнишь, да? Когда придумывали какое-то рабочее название для альбома, я настаивал на том, что, ну, раз уж у нас Франц Кавка, то надо назвать альбом «Метаморфасис». «Метаморфасис» у всех есть альбом, в смысле, уже сто лет. А потом мы поняли, что, типа, у тебя есть альбом «Метаморфасис». Я, короче, психанул, я не придумал трек, но я, приехав в Прагу, увидев кучу хлама у себя дома, я сразу придумал обложку. И понял, что это будет очень крутой ориентир для работы. ДС-ку я вижу. У меня такой же... Это ДС-ка? Ты ДС-ку видел, а я тебе показываю обложку твоего винила. А, точно. Даже так. Сейчас вот модули буду закупать. О, ящик? Еврорек? Да. Я все время думал, что музыка строится на каком-то аналоговом процессе, а тут все совершенно по-другому, и мне нужно прям напрягать мозги, а не делать какие-то... Это ад. И это очень унизительное, типа, чувство для, как бы, цифрового продюсера, что ты не можешь... Что это вот надо сейчас, типа. Плюс, да, ты еще к этому должен это фото, типа, записывать, и если ты что-то переключил, ты это, как бы, не всегда понимаешь. Это неинтуитивно. Я не жив, но и не мертв. Мы хардкор. Все, официально я теперь переименовываюсь в группу «Четыре лета снегопада». Мы делаем рок. Эй, мам, это вайкап! У нас, получается, в интро как? Как барабанда? Тома, типа. Не слишком ли группа «Тронике» получится, а не «Кок». На куплете можно, типа, сделать там темпо вниз, типа, «Х2» вниз. Я бы где-нибудь в середине хавтаймом сделал бы вообще какое-то лирическое отступление, скажем так. Да, кстати, есть такой момент. Кажется, что оно все однообразное немножко. Не хватает чего-то другого. На буквально первой строчке записать и все. Я тогда пацанам закину, чтобы они понимали. Даша опять снимает, как я потею, очень плохо пою. Очень хорошо. Но мы пишем. Санкт-Петербург и большая семья. Чтобы всех прихарить, и на нем первый год свой. Не вредность постепенно становится тише в отцовских колонках. В каждом нём постепенно кричает черепная коробка. Санкт-Петербург и большая семья. Мы еще не вышли в анонс, но в мае тур с презентацией нового альбома. Частичку этого альбома я уже показал сегодня. Дорогие мои телезрители. Год был сложный, тяжелый. Были вздуги и невздуги. То ли еще будет. Я могу долго рассказывать о том, что песни писались, тексты писались. Полипропилен, шпроты. Семь раз отмерь, один раз ильгам. Работаем мы много. Желаю, чтобы в новом 2022 году у вас, у нас, у ваших близких, у вашего зятя, у вашей собаки было все замечательно. У кого-то рождаются дети. Мы встретились со многими феноменами. С такими, как стрельнувшие драки в ТикТоке, колено, амогусы, гладвалакасы, демотиваторы. Я не хотел разглагольствовать, рассказывать лишнего, раздавать пыли, лить воды. Единственное, что я хочу сейчас сделать, это повзрослеть всего наикращего, замечательного. Чтобы Новый год был для вас самым лучшим. И чтобы все стояло, кроме сердца. С Новым 2022 годом. Когда этот год уже закончится?